Итак, это не анализ рынка. Я бы хотел в этом видеоролике сделать ответ на вопрос нашей аудитории касательно того, что вчера, блин, произошло и почему рынок российский рухнул. При нефти 85 долларов за баррель. Смотрите, перед вами сообщение публичное замминистра иностранных дел Рябкова о переговорах с Западом. Я скажу одну простую вещь. Когда этот гражданин Российской Федерации начинает озвучивать свои речи публично, рынок обречен на падение. Всегда так было с 2014 года. Первое. До военных вариантов нужно дать шанс дипломатии. Второе. Нет уверенности, что США соглашатся с ключевыми для РФ пунктами по гарантиям безопасности. Третье. Россия не прогнется и найдет альтернативы в случае введения новых санкций. На этом факторе вчера российский рынок буквально рухнул. Смотрите, картина следующая. РФ Дефис США в скобочках НАТО ведут переговоры по сей день. С какими-то пунктами, я читал в СМИ, Путин, Байден, Генсек, НАТО, они договорились по каким-то определенным пунктам. Исходя повторяюсь из сообщений средств массовой информации. Но все эти заявления МИДа российского, они на корню обрубают сук, на котором сидят трейдеры. То есть рынок обваливается. Смотрите, нефть у нас торгует сейчас на уровне 84,5 доллара за баррель. Скорее всего мы увидим ее на днях уже по 85-87 доллара за баррель. Соответственно, ждать ли обвала от российского рынка дальше, исходя из недельной проторговки, то есть недельного графика. Если будут и дальше СМИ армагеддонить с тем, что, мол, между РФ и США и Европой может быть якобы война, чего быть априори не может, то рынок российский пойдет в зону проторговки 1400-1500 пунктов. Ждать ли обвала РТС куда-нибудь до уровня 1000 пунктов, как сейчас некоторые начинают прогнозировать? Нет, это, я думаю, маловероятно. Но я лично сейчас сам занимаюсь внутридневными спекуляциями, даже вот между дневными спекуляциями на российском рынке акций. Там я шортил активно на этой неделе. На царевых рынках активно шортил на этой неделе. Сегодня прям шортовая неделя, я не побоюсь этого слова. И везде удалось преуспеть. Сделки были публичны, я их публиковал на нашем телеграм-канале, ютуб-канале, инстаграм-канале и в контакт-группе. Так вот, это что касается недельного графика. На дневном графике у нас сегодня будет отскок по индексу РТС до уровня 1540 пунктов. Соответственно, сейчас уже фьючерс на РТС отскакивает к сопротивлению 155350 пунктов. Вот это сопротивление сегодня маловероятно будет пробиваться. Сегодня пятница, соответственно, и участники рынка перед выходными уйдут вне позиции. То есть, они сегодня будут продавать и из рынка выходить. Они уже шорты свои кроют вот на этой свечке. На важном уровне поддержки, между прочим. Соответственно, ждем сегодня проторговки вот вблизи этого уровня. Что касается пары рубль-долларов, соответственно, фьючерса CI. Сейчас опять тоже пошел Армагеддон в СМИ. Армагеддон со стороны инвестблогеров. Кто как пытается хайпиться на этой теме геополитики. Мол, доллар пойдет на 90 дефис 100. Значит, во-первых, если вы думаете, что он сейчас будет пробивать вот эту формацию в верхней грани треугольника, вы глубоко заблуждаете. Чтобы он пробил, нужен, во-первых, лютый мировой финансовый кризис, которого именно сейчас, скорее всего, в этом году мы маловероятно увидим. Ибо эта проблема уже 2023-2024 года. Выход мировой экономики в рецессию за счет того, чтобы делать ФРС в этом году уже. Во-вторых, если вы думаете, что рубль-доллар пойдет к 90 стам рублей за доллар, сейчас, когда на рынках все более или менее тихо, нужно, чтобы начался жесткий геополитический конфликт между РФ и Западом. Возможен ли он? Нет, невозможен. Это очень маловероятно, и вы обязаны понимать, почему это маловероятно в рамках капиталистического уклада общества. Вы просто подумайте, кто своих капиталов хранит на Западе. Вот. Если вы поняли, про что я имею в виду, вы должны понимать, что война маловероятна здесь. А последствия данного конфликта на Российской Федерации, они будут самыми жесткими. Поэтому лица, стоящие вверху по иерархии в российском обществе, они понимают, что вот стоят у красной черты. Соответственно, перешагивать эту черту никто не будет. Ни американцы, ни НАТО, ни Российская Федерация. Потому что, например, американцы, переуступив эту красную черту, понимают, что перед ними зверь стоит. Это ядерный зверь. С ядерным боезапасом. Зверь советской эпохи. И США, и НАТО, и Европа понимают, что лишний раз лучше Российскую Федерацию перед ней не язвиться. В прямом смысле, как показывает история за последние сто лет. И РФ понимает то, что вот красная черта, дальше перешагивать не надо. Там последствия жесткие будут. Поэтому и между РФ и Западом, я думаю, все устаканится. Не может ситуация накаляться так жестко. Когда на кону сают большие бабки и общегосударственная безопасность. Я повторяюсь еще раз. Как показывает история, все военные конфликты начинаются с малых стран. За последние тысячи лет, начиная с основания полисов в античной Греции. И эта парадигма осуществляется по сей день. И повторяю, следует ожидать геополитического накала между ядерными державами? Нет, не надо. Не ожидать это. Поэтому и рубль-доллар, как говорил Ельцин, твердо и четко на 100 рублей не пойдет эта пара. И соответственно переходим на дневной график. Единственное, куда может прийти рубль-доллар пара на фоне этой истерии. Вот сюда. На 76.90.77. И вот здесь я буду его шортить. CI. Фьючерс. Рубль-доллар. Здесь я буду шортить его. С какими целями? С целями на 75. 3-4% можно будет взять. Даже в рифму. Далее индекс ОФЗ и соответственно индекс корпоративных облигаций Российской Федерации. Смотрите. Недельный график. Из-за этой паники идиотичной ОФЗ провалили еще ниже. Но во-первых, в рамках такого провала ждем ужесточения ДКП с АЦБРФ. Это неизбежно. Это уже будет через месяц. 11 февраля. Ну почти через месяц. Меньше месяца. 27-28 дней осталось. Соответственно индекс корпоративных облигаций Российской Федерации тоже укореняется вниз. К поддержке 86,90 пункта. Это надо учитывать. Поэтому повторяю, с облигациями пока повремените. Можно будет взять их по более высокодоходности. Через месяц я полагаю. Потому что вся эта геополитическая эпопея скоро устаканится. Она не может продолжаться вечно. И сейчас тоже некоторые пытаются коррелировать с тем, что, мол, Россия стоит на рубеже условного Карибского кризиса, который был во времена СССР в 62-м году. Нет, господа. Карибский кризис, который был тогда, это проблема была Советского Союза и США. Тогда были другие мировые устой, мировое понимание, мировая политика, иная совершенно была. Сейчас же такое маловероятно. Если раньше Советский Союз имел влияние на половину мира, сейчас Российская Федерация это влияние не имеет. Максимум, какое политическое влияние изъявляет Российская Федерация, это на содружество независимых государств. Это бывшие, ну, ранее были 15 республик, теперь стало, так, Прибалтика 3, они ушли в Европу, Украина, Беларусь. 5 республик ушли, осталось 10. Ну, и там еще Монголия и Иран, так, наблюдатели в СНГ находятся. Не участники СНГ, а просто наблюдатели, наблюдатели. Так что не надо проводить такие империалистические корреляции. В этом времени они невозможны. Другая политика у российского государства сейчас. И другое политическое влияние, это надо учитывать. Соответственно, и повторяюсь, какого-либо ужесточения в геополитике между РФ США и Европой НАТО, оно не может быть. В рамках текущей парадигмы времени. Поэтому не надо проводить такую нелогичную цепь событий и армагеддонить тем, что рынок сейчас еще сильнее рухнет, рубль еще сильнее рухнет, облигации еще сильнее рухнут. Господа, вы хотя бы истории изучите для начала, что было тогда, и пройти корреляцию с тем, что происходит сейчас. Я думаю, полезно будет всем. Соответственно, по таким компаниям, как «Газпром», «Сбертатнефть», «Лукойл», «Пик» и «Нурникель». Перехожу на дневной график по «Газпрому». Все, он в боковике. Еще раз напоминаю, 331, дефис 351. Вот вам боковик, где торгуется «Газпром». В нем ожидаемая дивдоходность от текущих уровней составляет примерно 14% годовых. Сразу вопрос. При такой дивдоходности участники рынка, исходя из биржевых механизмов, могут ли обвалить сильнее «Газпром»? Я сомневаюсь. И как практика на российском рынке, пока что-то маловероятно при таких больших ожиданиях по дивидендам. Максимум, опять же, какое ценовое снижение мы можем получить в «Газпроме» при ужесточении, скажем так, геополитических возгласов, это коррекцию к уровню 330, может, 325. Но, к примеру говоря, ожидать мнимые, там, не знаю, 280 рублей, 250 рублей, это будет халява для рынка, напрямая халява для рынка. С точки зрения волнового анализа, на недельном графике видно то, что первая, вторая, третья, четвертая волна коррекционная сейчас идет, и пятая будет восходящая. Там хаиги это 425, может, 450 будут рублей. Максимумы ценовые, выше «Газпром» не пойдет. Поэтому не стоит, я бы сказал, лишний раз армагеддонить, такие вещи озвучивать, что, мол, все очень жестко. Нет, не жестко. Я цель назвал по «Газпрому» вот, 331-325. Ниже даже не ждите. По «Сбербанку» такая же ситуация, хотя бы говоря, по «Сберучу» дневной график, приход на сильную поддержку, перепроданность есть, алгоритмический уровень достигнуты. Да, вот, сильная поддержка проходит. Отскок будет. Вот по «Сберучу» мы увидим отскок. Куда? Вот сюда. 285 рублей 40 копеек. Это, говоря, интересно мне. А процент какой? Ну, 3,5% получается. Ну, естественно, отскок не сегодня. Сегодня пятница. А по пятницам у нас рынок как полудохлая бабка валяется. Поэтому ждем отскок, наверное, уже с понедельника. В понедельник, вторник, там по ситуации посмотрим. И отскок сюда, на вот эти сопротивления, вот эти сопротивления. 287, там 288. Вот, прям четкие ценовые сопротивления. Под от нефти я еще раз озвучу, что вот эту «Яма-200» на 520 мы не пробьем сейчас. Нет. Вот. Поэтому идем, ну, примерно к поддержке 490-480. То есть, сейчас от нефти пока не ждите какого-то взлета ценового. Тут он маловероятен. Маловероятен. Норникель. Вчера был дивгэп. В принципе, акция неплохо так вчера торговалась. Ждем закрытие гэпа на уровень 23755 пунктов. Ну, по компании ПИК я еще на текущей неделе, пару дней назад делал расклад, что ждем выхода на 1200, примерно, ну, 1290, там, 1270, 1300 максимум. И на факторе ценовой перегреться пойдем вниз. Я признаюсь честно, вчера свой шорт закрыл. несколько процентов шортовых прибыли я получил. Мне пока этого достаточно. Но если вы все еще сидите в шортах по ПИКу, и вы, например, покупали, где вот я еще озвучку свою делал, ну, в виде текстового... не текстового, а технического анализа, то ваша цель примерно сюда. 1150. То есть, кто наши тексты читает, вчитывается, кто видеоролик смотрит, тот прекрасно понимает, где покупать, где продавать. Вот. Он перегрец. Ну, вот первая цель получается 1190, а вторая цель 1150. Ниже я бы не ждал пик, по крайней мере сейчас. Ну, вот шортовых прибыль процентов, не знаю, 8-10 на шорте. Вы можете прям как... как плевок сделать. Легко. Легкие деньги. Как говорил Джон Коннор в Терминаторе 2. Изи мания. Просто изи мания. Легкие деньги. Лукойл я тоже свой шорт закрыл. Я его начинал шортить примерно 6-920. Еще шорт усреднял на 6-950 примерно. Вот, в принципе, в чем прикол. Я свои почти 4% шорта на этой свечке вчера забрал. То есть, я опять же расставил тейк профита, стоп-лоссы. Вот. Вчера я потом еще в кино поехал, там, Кингсмана посмотреть. И после завершения киносеанса по щелчку пальца, хоп-па, заявки пришли. Откуплен по тейк профиту шорт по лукойлу, там, по пику, да, там, по природному газу, между прочим. Изи мания. Просто изи мания. А главное все, технично и нецеломудренно. И все по уровням. Ну и, наверное, спасибо Рябкову за такую халявную прибыль. Я по-другому не могу назвать. Мне как спекулянта, по крайней мере. В общем, что ждем от лукойла дальше? Про торговки на этом уровне с поддержки ЕМА. 100 и 50. Видите, желтенько-зелененько линия проходит. И уровень, соответственно, 6700 пунктов. Все. Прогноз по лукойлу сбылся. 6700 достигли. Я его давал еще пару дней назад. Покажем про торговки. Вот на этом уровне. Ни вверх, ни вниз сегодня не пойдем. Более четкую картину я дам в воскресенье на прямом эфире. То есть, куда пойдет рынок, что от него ожидать. И, кстати, господа, важная вещь про медиевую компанию. Смотрите. Компания Freeport MacMorne и Souser & Cooper. Я знаю, она у вас имеется в портфелях, потому что я, по ней, теханализ сделал еще в начале октября по этой компании Freeport и Souser & Cooper. Ну, смотрите, те, кто в профите, находятся в 30%. Ну, во-первых, мы у вас поздравительство с профитом, то, что вы в среднем сроке заработали на нем. И по Souser & Cooper, ну, по юго-южному медиуму этой компании, вот тоже, там, 20% почти. Вот, смотрите, я перехожу на медь. Медь, месячный график. Шутки плохи. Дивергенция. Смотрите, при ужесточении ДКП мы, возможно, получим по меди привет из ФРС. То есть, цели снижения тогда будут примерно на поддержках 3.75. Такое вероятно, вероятно. Вот, смотрите, по Freeport McMoran недельный график. Цель первая на 45 достигнута, вторая 48, третья 54. Вот, достижение вот этой зеленой цели я пока ставлю под вопрос. То есть, 54 доллара за акцию. Достижение вот этой цели в 48 долларов 50 центов, оно имеет место быть. Но, опять же, время, потому что мы получим сильную на недельном графике перегретую ценовую вот здесь. Будьте аккуратны. Если вас профит будет устраивать в этот момент времени, то есть, когда он выше сюда придет, можете фиксировать позицию. Southland Cooper, та же самая ситуация. Пришли на зеленый уровень, который я еще в октябре озвучил по Freeport и по Southland Cooper. Вот. Сюда почти пришли. В общем, ждем полного прихода. Далее вы можете позицию свою закрывать. При желании. Не является инвестиционной рекомендацией. Просто озвучив свою мысль. Потому что, таки на рынке медиа, у нас пока такие нелицеприятные приветы шлюса. В общем, аккуратнее. По компании Coinbase, 250 долларов за акцию отработали неплохо. Кто лонговал по моему прогнозу, вот отсюда, 225, там 224, вот здесь вот до уровня, там 245, 250. Надеюсь, у вас в лонге закрыли и в плюсе заработали. Потому что я анализ технический делал, повторюсь еще раз, на Telegram канале, на ВКонтакт группе, в Instagram канале. Там все подробно про биткоин и про Coinbase было, так сказать, описано. По большому счету, я и сам Coinbase торгую. Я не торгую биткоином, нет. Я биткоином не торгую, нет. Я торгую производными от битка, инструментами, то есть Coinbase. Корреляция с биткоином один в один. Один в один. И вот им прям торговать очень сладенько и приятно. Четко по технике. Четко, ровно и четко. Учитывайте это. По Coinbase пока будем... Вот смотрите, Coinbase. У меня предположение такое есть, серьезное предположение, что нас будут опускать до уровня 215 долларов 46 центов. Вот сюда по Coinbase. Вот, видите, вот поддержка. Вот она поддержка проходит. Блин, кривая линия вообще раздражает. Короче, вот. Вот поддержка. И вот сюда, как головой в унитаз опускать будут. Так что я вот здесь буду. Секундочку. Вот я вот здесь буду его потом лонговать. Скорее всего. Далее, что касается нефти марки Brent. Я вчера теханализ сделал публично на всех наших медиаресурсах. Сегодня еще раз озвучу, что по нефти, учитывая то, что американцы тупанули, то, что Байден тупанул, расчехлив все запасы нефти. И он попытался в моменте блин, дед сбить цену. Окей, хорошо, цену-то сбил. А стратегически поменял ли он вектор роста или падения цены? Нет, не поменял. Локальный откат с дальнейшим уже среднесрочным перехаем. Ждем выход нефти на 86, 87,5 доллара за баррель. И вот здесь, здесь, я думаю, можно начинать шартить люто. С целью на 84,2 доллара, целью на 82, 2 доллара 40 центов. Слушайте, в принципе, 4 процента, ну и 7 процентов можно будет взять. Потому что приходим, потому что приходим вот на эти уровни сопротивления, 87,50, 88, ну округлим, перегреться получаем по рынку очень существенно. Ну и все, и потом, ну потом пшик, пойдем ниже. Это обычный биржевый механизм и макроэкономика не более того. Но опять же, коррекция, коррекция, и это не обвал, это коррекция, потому что цели нефти скоро будут под 90 и выше. И господи, если будет сотка, это будет жесть. Ну, я имею ввиду в какой-то степени жесть. Особенно для американцев, потому что там бензин дорожает как на дрожжах. А власть американская никак не может этот вопрос так сказать лаконично решить. Вот вам проблема, вот вам издержка. Они попытаются сбить цену на сырье, на нефть, то же самое усачивание ДКП, а есть версия, то что ДКП, ФРС, может усачить ставку поднимать в этом году 7 раз. Собьют ли они цены на нефть в такой ситуации? Нет, не собьют. Потому что биржевые законы понимать надо и макроэкономику. Если самое сильное государство в мире в виде США расчехлило все свои балансы, все свои запасы нефти, они буквально все в рынок слили к чертовой матери. Сразу вопрос, если резервы пусты, откуда потом нефть брать? Если учитывать то, что нефтяники американские нихрена добычу нефти не могут восстановить. Они хоть там побейкер эти установки свои буровые, хоть пусть там пачками запускают, но это не показатель добычи нефти, между прочим, запуск буровых установок. Я и сам по нефтянке неплохо разбираюсь, потому что я во всех этих буровых вопросах прям с головой окунался и, так сказать, понимание имеется, как все это устроено в мире нефтяников. И поэтому повторюсь, буровые установки, то есть рост буровых, буровой активности в Штатах не показатель добычи нефти, не показатель. Они пытаются добычу нарастить, но хер у них что получается. И это видно по отчетности, между прочим, то, что там добыча в США упала до такого-то уровня. Не потому, что они снижают добычу, а потому, что не добывается нихрена эта нефть. Я все клоню к тому, к чему я клоню, к тому, что перед Америкой патовая ситуация. Либо закупать нефть у Российской Федерации в прямом, в смысле, они главный покупатель нефти у Российской Федерации, вопреки всей этой геополитике, всем этим визгам, которые они там озвучивают и другие западные страны в адрес РФ. Либо сразу вносить в бан все американские нефтегазовые компании и говорят, что вот вы экспорт, вы сократите, давайте нефть заливайте в нефтехранилище американские, типа мы вас кое-как там поддержим вашу рентабельность, либо одно, либо другое, но мы все равно приходим к одному и тому же выводу, какому, Америка обречена на введение законодательных актов по развитию альтернативной энергетики, все, это пад, это, нет, не падает, это шахомат, все, они, у них все, слонец больше не будет активен в Америке, все, это прошло, повторяюсь, чем выше цена на нефть, тем дороже производный от нефти товар, тот же сам бензин, и что власть американцев в такой ситуации будет делать, они с ума будут сходить, почему, потому что население будет негодовать очень сильно, сильнее, сильнее, так все это будет прямо в экспоненте расти, изучайте историю, что было тогда, когда население негодовало, это было во всех империях, вон, говорили то, что Римская империя вечная, она навсегда, ага, тысячу лет просуществовало, все не стало, на территории Римской империи появились новые государства, европейские страны, ближневосточные страны и прочее, а ведь такая гигантская империя была, гигантская, мощная, за 10 лет все изменилось, обвалилось все к чертовой матери, экономика и политика, как говорится, вот поэтому по нефти учитывают такие вот острые углы, и соответственно, если американцы заставят своей же компании нефтегазовые экспорт сократить, что мы получим? Резкий вынос нефти к 100 и выше долларом за баррель, если американцы будут нефть покупать у Российской Федерации и у стран, которые входят в ОПЕК, получаем вынос по нефти, если американцы принимают законодательный пакт, акт, то есть, ну, пакет законодательный по развитию атернативной энергетики, получаем резкий вынос по нефти, один и тот же сценарий выходит, один и тот же, и они сами себе выстрелили ногу буквально пару лет назад, с чем я могу их поздравить? Молодцы, в кавычках, американцы. Далее, природный газ, шортовую сделку я закрыл, я позавчера начал ее так люто шортить, вот на этой свечке, вот зелененькой, да, ну, вообще шорты я начал открывать от уровня 4.54, вот здесь вот, чуть-чуть потом я усреднял ее, ну, короче, 4.54 так у меня и осталось, ну, средняя сна, она пошла вниз, да, в моменте у меня, конечно, был убыток, но я его не закрывал, потому что я понимал, что хрен там, не рост, на сопротивление самой сильной цена пришла, она откатилась оттуда, она откатилась, шорт я все закрыл, соответственно, в плюс, почти там 4.5-5% получилось, в чем суть, что ждать от газа дальше, дрейфа, на текущих уровнях, и внимание, господа, есть ли вероятность снижения цен на газ до уровня ЯМА-200 поддержки, уровня 4 доллара, 10 центов, да, есть, эта вероятность реально есть, поэтому, я сейчас газом торговать не буду, вот именно сегодня, он будет, сторонки пусть постоит, что касается золота, серебра, платина, палладия, индекс доллара продолжает падать, приходит на мои уровни, откуда мы увидим отскок, золото, на этом факторе растет, я повторюсь, если он пробьет 1830 долларов, резкий вынос будет на 1860, это опять же вопрос времени, серебро, 23 доллара 50 центов не за горами, это платина, ну, 985 долларов тоже не за горами, все, все цели, которые я озвучил в начале недели, они достигаются, палладия, ну, палладия наш хороший друг, как говорится, он пока, так, так, отдыхает, по-другому не могу назвать, в общем, ждем дрейф на этой поддержке, 1870 долларов за унцию, в общем, подводя итоги, геополитика, будут ли обострения взаимоотношений между Российской Федерацией, США и странами Запада, это мало вероятно, запомните это, другая политическая обстановка, другие политические интересы, другие политические мотивы, другая экономическая деятельность, сущность у Российской Федерации сейчас, и все садят у красной черты, будь это американцы, европейцы, НАТО, РФ, дальше красной черты не переступят, дальше красной черты это уже война, последняя война тогда, повторяюсь, это маловероятно, если бы, вот опять же, если бы, если бы, например, мы получили бы резкий политический конфликт в странах Ближнего Востока, начинать с малых держав, прям пламенный конфликт, я бы так говорил бы, что черт возьми, чтобы решить этот конфликт, многие страны будут туда вводить, будут многие страны интервенции проводить, военные, будь это западные, будь это евразийские страны и прочее, потому что, еще раз говорю, что конфликты начинаются всегда с малых стран, и потом пересадут в большие международные, глобальные конфликты, из-за политики, из-за жадности, из-за алчности, и всего этого дерьма, который присущ в человеческом характере, есть ли такая проблема сейчас, нет ее, нету, но пойдет ли ядерная держава на ядерную державу, лицом к лицу, в лоб в лоб нет, никогда такого не было, не будет, вспоминайте Карибский конфликт, вот повторюсь, еще раз говоря, то, что сейчас будет Карибский конфликт, как Карибский кризис, не будет этого, еще раз говорю, даже когда был Карибский кризис, лоб в лоб СССР и США не шли, они шли завуалированы, СССР шла через Кубу, да, а Америка через Турцию, вспоминайте историю, и когда были конфликты между Российской империей, странами Европы, Российская империя и Турция, Российская империя и Азия, Япония, а лоб в лоб шли, эти военные державы, нет, завуалированы через другие страны, через малые державы, сейчас такого нету, господа, логику ловите, и геополитический конфликт такого быть не может между ядерными державами, а назвать, примеру говоря, такой условно малый политорганизм в виде НАТО, типа, США через НАТО пытаются лоббировать свой интерес на территории Восточной Европы, нет, тоже неверно, НАТО это и есть США по факту, это и есть США по факту, НАТО, и соответственно они не будут прям лоб в лоб на Россию переть, поэтому еще раз скажу, может там две недели, может быть месяц, может два месяца, это давление продлится на российский рынок геополитическое, но потом оно устаканится, просто я еще раз, почему я свою логику провожу здесь, я ее провожу согласно корреляции истории, и вот именно те проблемы, которые были раньше в истории, они повторяются из цикла в цикл, сейчас они отчасти повторяются, и все лайфхаки, они есть там в 50-летней давности, в 100-летней давности, в 200-летней давности, вон там решения всех проблем были, и также были решения всех проблем не касаясь войны, и сейчас войны не будет, о чем вы говорите, господа, вот когда вы слушаете всяких армагеддонщик, там в виде, не будем назвать их фамилии, как говорят, чтобы не ущемлять их веру в то, что они правы, а они не правы, то, что там они выступают по телевидению, на своих огромных ютуб-каналах, видя они себя экономистами, презентуют политологами в стиле, вот там доктор экономических наук, он, блин, умный, образование, не показатель ума, показатель ума, если вы экономист, это ваша успешность на рынке, фондом, валютом, товаром, зарабатывать здесь хотя бы 20% выгадаю хорошо, вы успешны, зарабатывай 50%, вы гиперуспешны, зарабатывай 200%, вы блин, гуру рынка, а если вы там сидите и пальчики-пальчики дыкайте, ну, возможно, там что-то будет такое, чего мы не ожидаем, я сейчас погадаю на шаре, разложу карты Таро, сейчас я там тыкну на карту своим маркером, и что-то такое эдакое произойдет, это не аналитика, это говналитика, вот это, господа, учитывайте, а то, что я вам озвучиваю, это фундаментальные факторы, которые между Западом и Востоком не будут, еще раз говорю, лоб в лоб не пойдут, это гипермаловероятно, это в геометрической антипрогрессии маловероятно, я просто вам сейчас какие-то новые законы по геометрии напишу, законы Михалыча, потом через 50 лет изучать их будут в школах все, и правильно будут делать, развивает логику, так сказать, соответственно, и на российском рынке давление будет локальное, потом устаканится, вот, я сейчас занимаюсь в первую очередь интродэем, я шарчу вообще, что только можно шартить, да, я стал тем, кем я презирал, признаюсь, каюсь, в любом случае, бабки главное приносит, и я доволен, вот, потом на воскресенье, которое у нас будет, вот, через день, то есть послезавтра, я проведу прямой эфир, где более детально расскажу, чего ожидать от рынка акций на предстоящей, то есть на следующей неделе, а сегодня, будет дрейф, движений больших не будет, так что я вам рекомендую, что я вам рекомендую сегодня, закрыть к чертовой матери, терминал, к чертовой матери, все медиаресурсы закрыть, идти гулять, в кино идти, в парк идти, в поход идти, гулять, сегодня ловить на рынке нечего, я сегодня, примерно, торговать не буду, по пятницам я не торгую, тут нечем торговать, поэтому, просто буду держать вас, в курсе событий, ну, в плане новостного, фона преимущественно, ну, и главное, господа, без паники, без Армагеддона, все нормально, ничего критического, не произошло, и происходить, не будет, учитывайте это, на этом все, у нас имеются медиаресурсы, в каждом описании, под каждым видеороликом, в первом пункте, телеграм-каналы, во втором, в контакт-группе, третий, инстаграм-канал, на них я вам рекомендую, подписаться, чтобы быть в курсе, всех событий, так как информация, которая выходит там, задержка во времени, поступает на ютуб, также данные, медиаресурсы, имеются в каждом, закрепленном, сообщении, под каждым видео, в третьем пункте, инстаграм-канал, четвертом, в третьем пункте, телеграм-канал, четвертом, инстаграм, в пятом, в контакт-группа, ну и помните, что вы все, обречены на прибыль, лишь время, и грамотная стратегия, с риск-менеджментом, в придачу, в подмышку, как говорится, ваши главные союзники, учитывайте это, благодарю за внимание, до свидания.